В этой стране, несмотря на существующий прогресс, все еще существуют варварские традиции, которые просто неприемлемы для большинства людей планеты. Ежегодно на страшных и ужасных мероприятиях лишается жизни сотни тысяч животных. Одной из таких жертв должен был стать этот преданный пес. Хозяин решил просто продать своего верного питомца на собачью ферму. Там с животным, естественно, никто хорошо не обращался. Собаку ударили и поместили в клетку, где находились такие же несчастные питомцы. Через несколько дней сотни клеток с собаками забросили в грузовик и повезли на праздник. Никто из тех, кто работал на ферме, и не подумал о еде и воде для собак. Ведь в скором времени они сами должны были стать едой. Дело происходило летом. Стояла изнуряющая жара. Собаки умирали одна за другой. Хуан тоже был еле живой. Но в его счастье, грузовик задержали местные зооактивисты. Они потребовали у водителя машины документы на право владения животными. Естественно, никаких бумаг у него не было. Поэтому активисты забрали всех собак. Тех, кто еще не умер, быстро доставили в центр реабилитации. Туда же попал и наш герой. Несмотря на утомительную поездку в тесной клетке, он сохранял силы. Считая, что и активисты хотят причинить ему боль, Хуан проявлял признаки агрессии. Чтобы успокоить пса, ему сделали укол успокоительного. На то, чтобы залечить физические раны, ушли недели, а вот, чтобы успокоить нервы пса, пришлось потратить месяцы. Только через полгода собака стала дружелюбно относиться к людям. Шесть месяцев ушло на то, чтобы к Хуану вновь вернулась вера в то, что есть добрые люди. Дорогие зрители! Если вам понравилась история, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания!